Будда в городе подкаст Дхарма военного времени Как я, я по-разному, у меня сегодня был какой-то такой очень большой день Я встала в 5 утра, потом я себе проводить занятия, это Московия, сейчас вернулась Тут за окном какая-то зима, метель просто, метель сегодня огромная, зима Вот, сейчас дома, все в порядке Да, сейчас тоже созвонился, подруга из Москвы, тоже она мне про эту метель рассказывала, про вашу У нас тоже ветрено были, сейчас дожди шли, и сейчас ветер поднес, как-то тоже все время, но по нашим меркам, весна пока еще такая очень слабенькая Вроде бы начал расцветать, а сейчас опять заморачивает в другую сторону Уже, ну раз я эту записываю уже, давай я скажу чуть-чуть для слушателей И обычно у меня такая же сейчас форма в этих подкастах Сначала представляю наши отношения, потому что я пока говорю с людьми, которых я знаю лично, там с друзьями с вами И мы с тобой познакомились, Анжелике, да, ты там же первый раз Вот, ты была на моем там ретрите на нашем с Анжеликой в доме Анжи Вот, мы как-то сошлись там, познакомились, подружились Ну и вот как-то общались после этого, там еще и в Москве, потом еще встречались, ну и онлайн Вот, такое дело И дальше я обычно вот, и сейчас тоже это хочу сделать Предлагаю представиться тебе Вот кто-то такая, как ты себя сейчас идентифицировала бы Что ты делаешь Где ты сейчас, как ты сейчас Ну и потом пойдем вот это вот писать куда-то Да, ну тут знаешь, я все время, так, когда вот я слушала твои, да, это вот записи, эти подкасты Ты спрашивала людей, кто они И сразу вспоминаются все эти буддистские анекдоты Ну или не анекдоты, а истории, да, про то, что там Ну вообще, кто ты, это такой ключевой вопрос в практике чайни буддизма И, наверное, мне бы очень хотелось когда-нибудь иметь возможность на них ответить Вот, ну а если по-простому, то меня зовут Ольга Я, в данный момент, моя деятельность это преподавание китайских оздоровительных практик Сигун, Тайджи Практика осознанности тоже, я инструктор практики осознанности В прошлом научный сотрудник, я занималась там наукой, физикой И вот сравнительно недавно, как бы, уже полностью перешла в работу с людьми Ну, вот как раз, наверное, вот наша с тобой какая-то такая связь или отношения Может быть, по-многому основаны на том, что, ну, ты практикуешь цен, да, как-то в большей степени А я в китайской версии чайни буддизма, у меня есть учитель в этой традиции, традиционный учитель Ну, и вот как-то так уже 8, наверное, лет Ну, да, около 8 Я отношу себя к, ну, в общем, практикам в традиции чайни буддизма Как-то это для меня очень важно В общем, какой-то такой большой путь важный Вот, ну, и я сейчас в Москве Я живу в Москве Я как раз, ну, когда это был-то В общем, уже несколько раз я порывался с тобой поговорить Сделать какой-то такой разговор, подкаст какой-то Как раз поговорить про твой чань Про твою практику, твоя жизнь Вот Ну, вот выдалось уже, к сожалению, когда война началась И вот раз уж такой у нас контекст И я сейчас вот со всеми своими собеседниками говорю именно в этом контексте То давай сейчас попробуем, если попробовать посмотреть На, там, твою практику, которую, ну, насколько я понимаю Как-то, ну, от тебя взаимодействуя с тобой, разговаривая с тобой Понимаю, что эта практика, ну, она не какая-то Не какая-то отдельная там от жизни От каких-то разных аспектов жизни От жизни вообще Что она вплетена туда И что она, в общем-то, и есть таким жизненный путь такой вот То вот мы сейчас встретились все на своем жизненном пути Вот с этой вот ситуацией, да, военной И какой-то огромный вызов Понятно, что там каждый как-то по-своему входит в отношение с этим Просто в силу обстоятельств, да Кто где живет, как, кто с кем общается Кого это как, коснулось кем образом Но в любом случае вызов большой И, ну, я-то считаю, что Все наши, вообще весь духовный путь И вся духовная практика, какая бы она ни была Как бы традиция, она не принадлежала Она про то, как нам справляться с жизнью Как, собственно, жить А жизнь, вот она приносит разное И вот Как в твоей жизни это соотносится Вот случилась такая беда Как твоя дзянская, дзянская практика коррелирует с этим Коррелирует ли как-то, помогает ли этим Тебе это как-то справляться Проходить вот сквозь Или вообще, как ты движешься в этом Да, ну, тут, наверное, это такой большой вопрос Много чего можно сказать Но, наверное, первое такое, что приходит в голову Это то, что действительно вот эта ситуация Как-то очень актуализировала для меня Ну, и, наверное, для очень многих людей То, вот, с чего начинается вообще весь буддизм А буддизм начинается, ну, как-то так, исторически, да, было Что вот он начинается как раз Истинных о страданиях, да То есть первая, собственно, истина Это в жизни есть страдания И как-то, если раньше Вот, ну, допустим, я кому-то раньше, да Кому-то из друзей пыталась что-то рассказывать Иногда про буддизм И вот когда с этого начинаешь Что вот есть там четыре благородные истины Вот в жизни есть страдания То в обычной ситуации, ну, далеко не всегда Это понятно Потому что, ну, если у человека там, в принципе, все хорошо Он там молодой человек, у него там есть какая-нибудь работа Родственники, успех, там, деньги Ну, как-то вот это не очень, ну, что ли, верится Или это не очень близко Это, конечно, что-то какое-то такое Архаичное, может быть, что-то или пессимистичное Вот, ну, на самом деле Будда-то имел в виду такие страдания, которые действительно очень трудно избежать Или невозможно избежать, да То есть болезнь Старость, смерть Что-то неизбежное совершенно Что не зависит от денег, ни от положения, ни от чего Вот, ну, а тут, когда вот происходит какая-то такая история Действительно ужасная, страшная, трагическая То это, ну, становится просто очень видно, что действительно Вот это существует Традания отсуществуют И, да, мы с этим сталкиваемся Кто-то, ну, в разных действительно степенях, да, конечно В разных совершенно видах В разных видах Но, тем не менее, вот это правда И дальше, соответственно, я, ну, вот Все это там, сколько, месяц, больше Ну, получается, что это очень Как раз Такой, ну, и вызов, что ли Для практики, да Потому что, если буддизм создавался Изначально, как некий путь Освобождения От страданий, да Или способ с этим справляться Способ через это как раз проходить Ну, и, по-видимому, делало достаточно успешно Потому что буддизму Там, две тысячи больше лет Две тысячи пятьсот лет примерно И, ну, действительно, ну Это же всегда было То есть страдания были всегда Это не какая-то такая Особенная история Просто сейчас вот мы с этим сталкиваемся В этой, как бы, реальности А так и войны, и все Это было очень много Ну, и как-то вот духовные практики Тысячелетиями с этим Видимо справлялись И поэтому я в этом вижу Какой-то такой, ну, и вызов Да, и способ действительно Применить это на практике Посмотреть, насколько это работает Вот не в теории Не в какой-то прямой жизни И сейчас это очень Очень явно Раньше тоже это было, конечно Ну, вот такая благополучная ситуация Когда особо нету Каких-то эмоциональных там Потрясений Ну, это так все немножко склажено Вот, а здесь очень явно И помогает или нет Ну, да, безусловно, помогает То есть, собственно Я не знаю Как бы я это Ну, собственно, я не знаю Как бы я это проходила Если практики не было, да Было тоже непросто То есть, ну, вот Даже моя такая стандартная медитация Которую я делаю каждый день Там уже несколько лет В этих условиях оказалось Что это сплошнее Существенно было делать И когда-то там Я просто так вот так садилась Ну, формально Понимала, что я не могу Делать свою стандартную практику Просто садилась Типа там Что-то другое делала Мантры Читала А какая у тебя была стандартная практика? Что ты делала раньше До этого? Да, ну Стандартная такая практика Она классическая для чейн-буддизма Это счет дыханий То есть, это наблюдение за дыханием И счет от 1 до 10 Вот, ну, это классический такой Китайский, чеченский, дзенский путь Вот, ну, это основное, что делаю Это, что иногда Какие-то практики осознанности Да, вот, то, что Майнфлнес там Иногда добавляла Ну, главная моя практика Это такая еще Счет наблюдения за дыханием И ты говоришь, что она Не очень получалась Что концентрация терялась Или что не получалась Ну, да То есть, когда Я вообще человек В мирное время не очень эмоциональный И каких-то вот эмоциональных качелей Таких больших Вот Пиков эмоциональных У меня Там раньше не особо было Я вообще спокойный человек Вот А тут, конечно, они были Ну, и, в общем-то, есть То есть, это какое-то такое Достаточно сильные перепады Эмоциональные И иногда, да Иногда просто не получалось Ну, то есть, я садилась Пыталась считать дыхание Как обычно Но Количество мыслей Было такое Что это Получалось Ну, можно сказать, что не получалось И получалось На каких-то Вот Но, наверное, если бы этого не было То есть Мне все равно Очень помогало То есть, вот сама эта возможность И Знаешь, как возможность Может быть, даже в каком-то смысле Необходимость То есть, я понимала, что Мне надо обязательно Практику сохранить Ну, и тут даже не было вопросов То есть, безусловно Это как бы часть жизни И вот эта необходимость Все-таки к этому возвращаться Это делать Вторым и вечером Ну, и вот общение То есть, с моим учителем И то, что помогало И помогает Вот, поэтому, да Для меня это работает Хотя, трудно Вот, надо сказать, что трудно Вот Учитель Можешь чуть-чуть рассказать Вот про своего учителя Вообще, может быть, про эту традицию Может быть, знаешь, как Свою историю Вот, давай, может, с этого Начнем Потом мы еще вернемся уже Еще к состоянию сейчас Просто, чтобы как-то ввести в контекст В общем Как ты вообще в эту традицию попала Как, собственно, ты практикуешь там Вот сколько лет уже Какие отношения с учителем Ты говоришь, что Он помогает Может быть, чуть побольше про это Скажи Ну, здесь Основная такая вот практика И, собственно, с чего я встретилась С этим учителем Это практика телесная Это практика цигун Это китайская здоровительная такая Ну, условно можно назвать это гимнастикой В общем, китайская здоровительная техника Цигун Я начала этим заниматься Это когда было? Ну, это вот было, наверное, начало 2014 года Ну, да, вот Начало 2014 года Нашла, соответственно, сайт Пришла в школу Ну, это вот школа Она территориально Находится в Москве И вот наш мастер Он монах из Китая Вот, он приехал в Россию Ну, уж там Дет 15 назад Вот И живет постоянно в России Уже давно Как его зовут? Мастер Ши Ян Бин Мастер Ши Ян Бин Он монах Традиции Вот, монастыря Шалит В Китае Ну, такой известный центр Боевых искусств Монастырь Шалин Это Чань Буддийский монастырь Но это одновременно, да Чань Буддийский монастырь И вот центр Боевых искусств Кунг-фу Там У нас фильмы какие-то Кто-то смотрел Вот И он Вот монах Из этого монастыря Которого направили Настоятель монастыря Направил Да, работы в Россию Вот там В 2006 году Уже постоянно Очень давно И у него вот в Москве Своя школа Ну, школа цигун и кунг-фу То есть основная деятельность Это именно Оздоровление Оздоровительной практике Но Понятное дело Поскольку все это Традиция Чахалинского монастыря То Чань Буддийский монастырь Там тоже В каком-то виде присутствует Кроме для тех Кому это интересно Вот Ну и я стала Сначала заниматься Там Поправила свою спину Потом Мы ездили Вот В Схолине Каждый год До пандемии Ну, такие Тренировочные сборы У нас были Там В Китае Ну, я вот так вот Потихонечку Стала Все больше То есть ты как-то Сильно Стала Там прям Очень активно Ну, сейчас же ты Преподаешь уже То есть ты за эти Годы прошла Такой путь Большой То есть от С нуля Фактически, да От больной спины Вот Того преподавать Ну да Как-то в общем Это вот Это увлекло Как-то прям Да Стало затягивать Это затягивание Вот Как-то я Сразу почувствовала Что-то в этом есть Ну, для меня Очень ценное Такое Настоящее Важное И постепенно Вот этот интерес Ну, он стал Перекрывать Все остальное Я поняла Что вот Именно работа С людьми Ну, да Я стала инструктором Сначала параллельно С основной работой Много лет Это было параллельно Я вела там Немного занятий У меня была Основная работа Но потом Поняла Что совмещать Получается неэффективно Потому что Разрывает Не хватает на все Ну, и все-таки Вот выбрала Именно такой путь Остаться Вот в этой традиции И как-то Ну, и помогать И в школе Да, и, естественно Преподавать больше Ну, и да Сейчас я вот Вот только этим занимаюсь Но отношения С учителем Для меня Не очень серьезны Ну, вообще Для меня Это какая-то Одна из главных Встреч в жизни Встреча с ним Вот Есть такое Ну, как понятие Личный ученик То есть Ну, вот в этой традиции В Китае Есть такое понятие Как посвящение В личные ученики Это вот Ну, бывает Да Вот, соответственно Я тоже такой Проходила В Китае В 2015 году Ну, и с тех пор Наверное Для меня это связь Оно стало еще Более сильным Вот я воспринимаю его Как, ну, да Духовного учителя Вот И стараюсь следовать Ну, вот так И как-то помогать Через это людям То есть, понятно, что Наверное Главная задача Учеников Это транслировать Вот это То, что В нем есть Да Традиции Транслировать это дальше Для тех, кто в России В Москве Ну, и не только сейчас У нас онлайн занятия Есть Более меня В общем, для всех Кому это надо Кто может С этим сприкоснуться Как-то помогать Это распространять Вот Такая история Ты говоришь, что Учитель помогает В том числе Соотноситься Вот с этой ситуацией Военной Вы там Как с ним Разговариваете На эту тему? Ну, ты знаешь Здесь Он помогает Наверное Просто Своим присутствием И Ну, тоже Медитация Когда вот Это все случилось Он проводил Прямо Несколько Таких Медитаций Ну, открытых Для всех Вот Ну, в школе У нас И там И онлайн Это тоже было Ну, и вот Они Те вот самые Там Первые недели Когда Особенно Было Сильно Эмоциональное Эти все Качели Такие Совсем Еще было Сегодня Как-то Сложно Непонятно Ну, вот Это очень помогало Энергия Такого Мастера Она Действительно Чувствуется Она Есть И Совместные Какие-то Медитации Они Ну, действительно Мне очень Помогают Ну, не только Мне Это Другая Форма Медитации Или Вот Это Чаинская Традиционная Со счетом Дыхания Или Там Что-то Еще Добавляется Ну, добавляется Когда он Проводит Это Разно Ну, там было Несколько Их Были Какие-то Доброжелательности То есть Ну, такая Медитация Про Любовь Да, про Чувство Любви Про Чувство Прожелательности Вообще К миру Вот Ну, я Сейчас Не вспомню Именно Какие он Тогда Давал Он Меняет То есть Когда Большие Какие-то Такие Мероприятия Что-то Ну, находят Что-то Актуальное Вот Именно В тот Момент И Это Как-то Предлагает Ну, счет Дыхания Там Как основа Обычно Присутствует Но еще Есть Что-то Дополнительное От него Ну, акцент Скажем И Вот эти Медитации Помогают Тебе Что? Помогают Балансировать Твое состояние Да? В целом Да, знаешь Помогают Наверное Вот Такой Мир Мир В душе То есть Мне кажется Что Особенно Для Тех Кто Работает С людьми Да Ну В принципе Для всех Людей Мы же все Как-то Общаемся С людьми Да И мы Можем Мы Не то Что можем А мы Транслируем Людям Вружающим Только То Что у Нас Внутри Есть Я думаю Что по-другому Не бывает То есть Если Внутри Боль Там Гнев Слость Чувство Несправедливости Какое-то желание Там Знаешь Что-то такое Ну в общем Какие-то негативные Чувства Тут так или иначе Мы это в мир Транслируем Мне кажется По-другому Не бывает Вот И соответственно Ну что мы Можем делать Если Реально Мы не можем Эту ситуацию Никак Обменить Физически То вот Все что мы можем Это Как-то Восстанавливать Возвращать Этот мир Тебе внутрь Настолько Насколько Это возможно Потому что Все что мы Делаем снаружи Оно будет Проходить Через Вот этот Внутренний Фильтр Если Внутри Вот Это Какой-то Тяжелое Очень Чувство То Вся наша Деятельность Она будет Самокрашена Вот И медитации Мне помогают Да Вот Находить Этот мир В душе Иногда Это Краткосрочные Какие-то Такие Знаешь Вспышки То есть Потом Медитация Прошла Потом Опять Что-то Узнаешь И опять Потом Опять Нужна Медитация Но Это По крайней мере Так Для меня Работает Ну А потом Через Кое-то Время Уже Получилось Ну Так Стабилизироваться И Как-то К этому Миру Возвращаться Духа Ну Так Более Стабильно Вот Как бы Я это Делала Если По мне Не было Этого Способа Ну Не знаю Не Помогает Ну И Потом Когда Ты Приходишь В Это Мирное Состояние Внутри Ты Что Делаешь Ты Несешь Это Людям Или Как В общем Да Тут Опять Других Вариантов Нет То есть Если Я общаюсь С людьми Или Если Я работаю С людьми Работаю С людьми То есть Я веду Занятия Приложаю Приложаю Это делать То Конечно Какое Мое Состояние Так Люди Чувствуют Я Не Думаю Что Это Можно Как То Обмануть Или Невербально Все Происходит Невербально Это Считывается И Поэтому Да Ну Я Не Слушаю Это Людям Да Ну Потом Как-то В своей Жизни Да То Если Нужны Силы То Чтобы Что-то Продолжать Делать Чтобы Пропасать Работу Продолжать Там Делать То Что Надо Делать Нужны Силы И Вот Наверное Если Бы Когда Я чувствую Эти Эмоциональные Свои Такие Слеты Падения Когда Это Все Происходит Тогда Сил Не Очень Сил Нет Потому Что Все Силы Уходят На Эмоциональное Переживание И Это Конечно Тоже Нормально Тут Наверное Знаешь Как Практики Как раз Осознанности Помогают Не Отталкивать Это Действительно Так Я Действительно Это Чувствую Я Не Хочу От Этого Закрываться Я Ну да Это Я Человек Я Это Чувствую Дальше Вопрос Как Действительно Сделать Так Чтобы Все-таки Это Конструктивное Русло Так Чтобы Мне Это Оставляло Возможность Действовать Максимально По Благу Насколько Я могу С той Действенность Которую Я делаю В том Что Я делаю И Здесь Ну да С одной Сороны Не хочу От этих Чувств Закрываться То есть Для меня Это не способ Какого-то Знаешь Что Типа Нет Ничего Нет Просто Все Хорошо Не способ Закрываться Я это Чувствую Но Способ Проживать Прочувствовать Пройти Через Это Потом Действительно С помощью Медитации Найти Какой-то Более Глубокий Покой Который Там Есть На Других Уровнях За пределами Эмоционального Уровня Такого Это Еще Выход Когда Туда Получается Ну как Попасть Не знаю С помощью Медитации Там Действительно Более Такое Мирное Состояние Ну и дальше Дальше Жить Дальше Иметь Возможность Делать То Что Нам И делать Вот Дальше Еще Ну то есть Мы Когда Мы Говорим Об этом Регуляции Состояния Тут Есть Такой Подвох Что Недавно Не знаю Ты слышал Слушал Или нет Разговаривали С Олегом Павловым Буддийский Тоже Учитель Предаватель Там Был в определенной Традиции Но сейчас Как-то он так Фактически Ну тоже В традиции Но может быть Не очень узкой Как раньше Ну мы в основном Про этику говорили Этик Собственно Это же такое Ну как бы Если говорить Осознанность Одна из Одна из Больших частей Буддизма Вообще То вторая Такая же Большая часть Этика И собственно Это основной Ориентир И Ну Можно сказать Что ради Чего Мы Тренируем Себя Осознанность По большому Счету Ради Этики Ну смысл Что-то Ради Определенных Ценностных Позиций Что мы Делаем Зачем Это И Ну вот Чань Буддизм Дзен Буддизм Он Принадлежит К большой Линии Махаяны Махаянского Буддизма Где есть Фигура Буддхисаттвы Как Такого Вот Человека Существа Который Специально Отказывается От Какого-то Вот этого Индивидуального Пробуждения Нирваны В пользу Того Чтобы Помогать Другим Как раз И Это В общем-то Большая Часть Собственно Этого Пути Смысла Его Такого Вот Именно Смысла Ради Чего Мы Делаем В том числе Ради Чего Мы Балансируем Своё Состояние Чтобы Чтобы Что-то Делать Потом С этим Состоянием Помогая Другим Здесь Вот Ну Я вижу Просто Эту Ловушку Которую Сейчас Как мне Кажется Многие Попадают В духовные Практики Что Духовная Практика Может быть Таким Избеганием Собственно Этическим Избеганием Ну Вот Окей Мы Сбалансировали Состояние Мы Даже Другим Помогли Его Сбалансировать И Ну Что Дальше Часто Мы Можем Как Просто Прятаться За Этим Не Высказывая Например Там Какое-то Своё Общение Не Как-то Не Высказывая Своё Отношение Ну Вот Например Просто К войне Понятно Что Это Очень Ну Как бы Зависит От тех Обстоятельств Где мы Находимся То есть Я Например Находясь За пределами Там России И пределами Украины Вообще В третьей Стране Я могу В общем-то Здесь В своей Ситуации Говорить Что Я хочу Как Я хочу И Вот Вести Себя Свободно В этом Отношении Я понимаю Что Там Люди Находящие Сейчас В России У вас Там Свои Большие С этим Опасности Просто Но Тем не менее Ну Вот Например Мы с Олегом Когда говорили Он тоже Там Находится В России Вот Для него Важно Просто Говорить Что Вот Там Я Не Поддерживаю Войну Потому Что Это Зло Здесь Я Прочерчив Границу И Все Я Вот Говорю Это Так Ну Просто Даже Если Он Не Употребляет Слово Война Что Как Бо Опасно Сейчас Для Него Там В Ситуация В России Может Быть Опасно Вот Можешь ли Так Сказать Вот Каким Образом Ты Видишь Чувствуешь Взаимодействие Вот Этой Духовной Практики Регуляции Внутреннего Состояния Циотетической Составляющей Опыта Жизненного Какого Выбора Который Ты делаешь В том числе Ну О чем Ты Как Говоришь Хотя Бо Там Сама Себе Или Там Каким Близким Ближайшему Окружению Как Ты С этим Окружением Соотносишься Опять же Потому Что Ну Вот Собственно В России Сейчас Много Людей Достаточно Много Людей Поддерживающих Войну Или Таких Молчаливых Которые Никак Вообще Поддерживающих Фактически Молчание Да И Ну Это может Происходить Действительно В основном Я думаю Что Из-за Страха Но Часть Там Из-за Действительно Какого-то Такого Убеждения Что Это Правильно И Вот Тут Ну Для меня Лично Важна Такая Определенность В этом Да Что Я Поддерживаю Чего Я Не Поддерживаю Хотя Бо Внутренне И Ну Какими-то Словами Там Взаимодействие С людьми Вот Ты Видишь Какую-то Корреляцию Здесь Между Работой С Состоянием И Этической Позиции Может Быть Там С Учителем Опять же Если Ты Как-то С ним Были Какие-то У вас Обсуждения Может Будь Я не Знаю Что Твое Мнение Там Его Мнение Если У вас Были Обсуждения Вот Как С Этим У вас Ну Смотри Тут Разговоров Вообще В моем Окружении Таких Прямых Разговоров Нет Практически Вообще Я Наверное С Тобой Сейчас Первый Раз Прошу Вот Именно Так Совсем Ну Вот Просто Именно Об Этим Почему Я думаю Что Именно Потому Что Это Как По Минному Полю На самом Деле Ходить И Для Меня Конечно Это Все Вопросы Этические Они Очень Сильно Поднимаются И Как Правильно Как Это То Что Я Чувствую Чувствую Что Это Огромная Трагедия Для Всех Тут Невозможно Совершенно Выиграть В этой Ситуации Огромная Трагедия Просто Для Всех Это Я Так Чувствую Теперь Как Это Выражать И Вот Как Это Выражать И Здесь Для Меня Наверное То На Живым Существом Если Нельзя Помочь То Не Вредить Живым Существам Ну И Такой Принцип Наверное Не Навреди Он Еще И Такой Врачебный Ну И Бутдийский Помогать Если Не Можешь Помочь То Не Вредить И Вот Это То Что Я Пробую Делать Вот В Конкретных Отношениях С Каждым Конкретным Человеком В Каждой Конкретной Коммуникации И Когда Тут Идет Ну Одно Дело Это Делать В Личных Коммуникациях Да И Другое Дело Это Делать В Публичных Пространствах Где Смотрят Читают Кто Я Не Знаю Кто И Как Не Навредить И Вот Это Очень Сложно И Вот Это Как Раз По Моему Не Очень Однозначно Для Меня Как Не Навредить Человеку При том Что Ну Реально Мнение Полярное Это Тоже Огромная Трагедия То есть Среди Моих Родственников Друзей Коллег Действительно Полярное Мнение Либо Полярное Совсем Либо Так Завуалировано Полярно В общем Разно Но Жить То Как То Надо Это Очень Сложно Потому Что Пока Все Это Очень Сильно Эмоционально Заряжено Ну Обсуждать Что То С У которого Другое Мнение Невозможно Просто Невозможно Бесполезно И Ну И Невозможно Это Не принесет Точно Не во благо Потому Что Это Вызывает Сразу С обеих Сторон Ну Какую-то Опять Эмоции Такие Очень Сильные Которые Неконструктивные Поэтому Наверное То Что Я Ищу Как Это Делать Да Это Именно Исходя Из Принципов Помогать Там Где Можно И Не Вредить Насколько Можно И Это Ну Вот Каждый Раз Это Такой Локальный Выбор Как Сейчас Сказать Или Не Сказать Чтобы Вот Сейчас Потому Что Ну Понятно Что Ну Можно Разорвать Отношения Софтеми Да Там Кто Как То По Другому Думает Окей Будет Ли Это Благом Ну Непонятно Потому Что Есть Родственники Да Есть Там Ну Какие То Рабочие С Кем То Какие То Отношения Еще Какие То Отношения И Вот Насколько Это Действительно Будет Благом Для Для Них Для Будущего Как То Это Все Сейчас Очень Редко Как Что Что-то Обрывать Или Что-то Ссорить Я Не Знаю Это Очень Сложно Это В каждой Конкретной Ситуации Некий Выпор С Каждым Конкретным Человеком Обсуждать Или Не Обсуждать Или Как Обсуждать Сейчас Очень Многие Выбирают Пока Не Обсуждать Прямо Потому Что Просто Невозможно Вот Вот Так Поэтому Этические Вопросы Конечно Это На Первом Месте Ну Действительно Вот Учение Буддеса Благородный Восьмиричный Путь Это Правильное Правильное Воззрение Правильное Действие И Действие На Уровне Действие Не Только Действие Физически Действие На Уровне Действий Действие Дело В материальном Мире На Уровне Речи На Уровне Ума То Что Мы Говорим Или Пишем И То Что Мы Думаем Это Все Действие И Во Всех Этих Действиях Надо Как Для Себя Решать Это Будет Во Благо Или Нет Для Каждой Конкретной Ситуации Коммуникации Как Для Меня Как Это Мое Действие Как Отразиться На Ситуацию С этой 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 Что Могу Сделать И Что Я Делаю Вот Этот Выбор Вот И Ну И Еще Тут Когда Я Про Это Думаю Я Думаю О том Что Получается Что На Уровне Ума То Что Мы Делаем Это Некое Намерение С Каким Намерением Я Делаю И Это Намерение Само По Себе Оно Что Оно Ради Такое Ради Сострадания Оно Из чего Исходит То есть Оно Исходит Сострадания Вообще К людям Ко всем Ну То есть Это Действительно Тут Я Не Знаю Трагедия Она Обоюдная Я Знаю Ну У меня Есть Знакомый В России Кто Там Очень Трагично Это Переживает По Своим Причинам И Понятное Дело Таких Очень Много И Друзья В Украине Тут Шутка Трагично Переживает Это Такое Совершенно Страдание Ну Проявленное Очень Сильное И Вот Действовать Намерение Такое Из Сострадания Вот Ну Или Действовать Из Какого-то Желания Доказать Что-то Свою Там Не знаю Правоту Или Кому-то Что-то Доказать Или Кого-то В чем-то Умечить Или Умечить Да Ну Вот Эти Разные Мотивации И Когда Включаются Эмоции То Тут Очень Часто Ну Как-то Это Вот Да Там Типа Я прав А Кто-то Другой Нет И Надо Это Доказать Это Наверное Вряд ли Хорошая Мотивация Для меня И Это Это Все Время Вот Такая Вот История Как Как Проявить Как Проявить Что-то На уровне Слов Действий Но Так Чтобы Это Исходило Из Мотивации Ну Сострадания Наверное В этой Ситуации Вот Именно Сострадание И Не Навредить Я Такой Все Время Ребус Решаю В своей Голове Вот Когда мы Говорим Ну Когда ты Говоришь О благе Какие у тебя Критерии Этого блага Ну Вот Сострадание Насколько Я Понимаю Один из Важных Критериев Ну Где Это Благо В чем Оно Вот Если ты Говоришь Что Наша Задача Как Воспроизводить Благо Как Можно Там Насколько Мы Можем И Уменьшать Неблаго Ну Понятно Что Это Вот Такой Буддийский Путь Действительно Вот Ты Где Видишь Здесь Основные Критерии Этого Благо Да Ну Сострадание Точно Да Сострадание Точно И Ну Вот Наверное Вот Это Знаешь Такое Как Вот Внутренняя Честность Или Что 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 Такое Внутренняя Честность Острадание Ну И Ненасилия Да Тут Понимаешь Как Как Только Мы Говорим Про Ненасилие Тут Действительно Сразу Кто-то Скажет Что Вот Разные Там Ну Как Это Вот Если Там Понятно Что В определенных Ситуациях Проявлять Безусловно Это надо Прям Физически Да То есть Если Один Человек Бьет Другого То Или Ребенка Беззащитного Любой Буддийский Учитель Вступится Безусловно И это Будет Конкретное Проявленное Действие Но В любом Случше Действие Сотрадания К Обеим Сторонам Так Чувствовать Будет Он Сделает Физически То Что Он Может Сделать И Это Безусловно То Если Мы Можем Сделать Что Физическое Чтобы Остановить Вот Непосредственно Проявленную Агрессию Которая Происходит То Конечно Это Было бы Хорошо Вот Ну а Дальше Вот В каждой Нашей Ситуации В каждой Нашей Конкретной Вот Опять Жизненной Ситуации Где Мы Можем Эту Агрессию Можем Ли Мы Ее Как-то Решить Да То Если Например Вот Тут Такие Гипотетические Но На уровне Обычного Человека На уровне Обычной Жизни Да Если Есть Какая Агрессия Проявленная Как Ее Вот В данной Конкретной Ситуации Как Вот Эту Проявленную Агрессию Как Ее Уменьшить Так Чтобы Меньше Людей Испытывали Страдания Вот Это Благо Уменьшать Страдания На самом деле Наверное Знаешь Как Уменьшать Страдания Вот Это Любыми Способами Как Это Возможно Уменьшать Страдания Тех Людей Которых Которых Мы Можем Которых Мы Как Покасаемся Наверное Вот Так Знаешь Я Час Так Много Наговорила Наверное Благо И С точки Зрения Будет Смир Как Я Это Могу Сформулировать Это Уменьшать Страдания Испытывать В этом Чувство Страдания Вот Так А Как Это Делать Это Совсем Не Просто Как Это В каждой Интересной Ситуации Делать Это Уже Вот Надо Смотреть Каждый Решает Как Это Делать Да Мне В этом Смысле Вот Опять же Чань Дзен Одно Такое Учение Принимал Несколько Разные Разные Формы Но Там Есть Такая Как Я вижу Основа В первую Часть В таком Возвращение В Такую Незнающую Позицию В смысле Не Предзнающую В том Смысле Что Когда Я Вхожу В какую Ситуацию Уже Знаю О ней Как Б Все Не Соприкоснувшись С ней Напрямую А Принеся Какой-то Свой Шаблон Как Должно Быть И Это Важная Первичная Позиция Что Если Я Вхожу В Какую-то Историю С С Открытым Умом Открытым Сердцем Вот именно Таким Готовым К встрече И готовым К неожиданности Определенной И дальше Ну вот Я просто сейчас Говорю об этом Потому что Ну как бы Это Зафиксировано Даже В определенных Каких-то Алгоритмах Вот То Что Мне Там Очень Близок И Нравится И Отвечает И Моей Практике И Я считаю Что Он Эффективный В этом Смысле Метод То Что Предложил Берни Гласс Он Как бы Сформулировал Он Опять же Взял Это Из Традиции Подход Из Дзенской Из Общей Три Три Таких Пунктов Собственно Взаимодействия С трудными Ситуациями То есть Он Проводил Ретриты Уличные Там Когда В смысле Когда Люди Живут Как Бездомные Они Выходят На улицу И там Живут Проводят Неделю Десять Дней Живя Вместе С бездомными Как Бездомные То есть Прикасаясь Каждый День Состраданием Человека Который Живет Бездома А потом Его Второй Знаменитый Ретрит Это Ретрит Ваушвеца Где Не просто Памятование Об этой Трагедии Которая Случилась Когда-то Но Также Он Туда Привносил Конфликты Существующие То есть Он Приглашал Туда Ну Например Людей Из Израиля Соответственно Израильтян Евреев И Палестинцев Они Там Сидели Вместе В одном Пространстве Приглашал Он Делал Ретрит Такой Там Для В Руанде Понятно Что Тоже Время Прошло После Геноцида Но Боль Осталась У людей Ну Ну В таких Вот Местах Он Проводил Такие Ретриты Так Вот И Основные Эти Принципы Это Вот Этот Вход Вход В ситуацию Из позиции Незнания То есть Не беря Какие-то Штампы Которые У меня Уже Есть Заготовленные Второй Принцип Это Ну По-английски Это Берринг Витнес Ну Это Можно Скать Что Это Просто Свидетельствование Но Я Вот Как-то Мне нравится Как я Сам Для себя Это Перевел Мне Нравится Перевод Живое Свидетельствование Ну В том Смысле Что Я Стоюсь Живым Я Стоюсь Чувствующим Существом Я Переживаю Всю Полноту Этих Чувств Как-то Говорю Что Не Отворачиваться От Переживаний А Если Меня Колбасит Если Возникают Эти Эмоциональные Качели Я Вхожу С этим В контакт И Это Я Сейчас Переживаю Именно Это Вот Все Свои В том Числе Эти Истории Которые Ко мне Приходят Сейчас Из Прошлого Все Мои Отношения Как Какой-то Трагической Ситуации И Вот После Этого Уже Фактически Когда Я Дал Себя Время На Это Взаимодействовать С Этой Боли С Возникает Он Возникает Как раз Из Первых Двух Он Вытекает Как Возникает Это Но Он Назвал Хилинг Исцеление Это Исцеление Но Как раз Всегда Уникальное Мне кажется Это Коррелирует С тем Что Ты Говоришь Что Ты Входишь В контакт С Человеком С Каким Тут С Его Этой Историей С Его Отношением К войне Например Сейчас С Его Позиции Какой-то С Вашими Противоречиями Может быть В этом Со всей Сложностью Этого И Входишь В контакт С ним Ты С ним Остаешься В какое-то Время Ты Слышишь Слушаешь Его Ты Слушаешь Себя Свои Отклики Потом Возможно И вот Здесь И Берни Об этом Тоже Себя Говорил Что Этот Хилин Он Может Прийти А может Не Прийти Или Он Может Прийти Не такой Чтобы Уж Очень Хилинг Я могу Постараться Мне кажется Что это Может Исцелить А оно Вот Никак Оно Не Исцеляет Или Не Для Всех Опять же Он Рассказывал Историю В этом Вауши Церетите У них Как обычно Сидят Все Вместе А там Он Собирал Группы Людей Очень Разные Конфликтующие Как бы Внутренне Конфликтующие Например Он Начал Давно Это еще Делать Когда Было Достаточно Много Живых Сколько Может Быть Много Но Было Какое-то Количество Живых Людей Выживших В Освенцине В В Он Их Приглашал Соответственно Плюс Он Туда Приглашал Ну СС Понятно Не осталось Кого Можно Было Пригласить Вот Поэтому Приглашал Детей Например СС Которые Чувствовали Связь Как Ну Вот Естественно И Ну То есть И Приглашал Разные Группы Людей Пострадавших Ну Например Там Группу Людей Кого Уничтожали В этом Констлагере Там Евреев Цыган Понятно Там Геев Там Разных Инвалидов Вот Все эти Группы Вот И Ну И вот Они Вот Там Все Вместе Сидели То есть Вот Они Практиковали Медитацию То есть Она Так Как Традиции Этого Сота Вот Который Я В основном Практикую То есть Точно Зай Просто Сидеть Вот Они Сидели С тем Что Есть Вот В этой Атмосфере В этом Переживании Первые Два Пункта Незнание И Свидетельствование Что Приходит Что Приходит В своих Чувствах Переживаниях И так далее Вот И потом Вот У них Рождались Какие-то Совместные Ритуалы А Вот Этот Хилинг Какой-то Чаще Всего В виде Каких-то Ритуалов Совместных Именно Потому Что Ну Вот Что Можно Еще В этой Ситуации Сделать Например Они Читали Там Какое-то Время Не читали И просто Зачитывали Имена Погибших Произносили Их Там По Очереди А Потом В какой-то Момент Одному Человеку Пришла Идея Произносить Также Имена СС Которые Там Работали Ну Из той Позиции Что В каком-то Смысле Тоже Жертвы Вот Этой Всей Этой Историей Понятно Что Они На стороне Зла Но Как Они Попали На Ту Сторон Зла То есть Зло Как-то Туда Засосало Вот И Ну То есть Вот Это Памятование О них Тоже Как О Жертвах Такой Вот Предложили Ритуал Когда Его Предложили То Там Как Верни Скал Половина Людей С ретрита Уехали Просто Они Не Смогли С этим Быть Вот Но Он Тем Не Мене Настоял Что Они Стали Это Делать И В дальнейшем Они Делали Это Тоже Включили Это В Такую Программу Вот Ну То 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 Это Просто История К Тому Что Это Исцеление Оно Никогда Не может Быть Таким Каким Универсальным Стопроцентно Работающим Вот Но Здесь Важно Что У нас Есть Как Меним Как Намерение Туда Двигаться Да Слушай Ну Тут Наверное Знаешь Как Вот Я Сейчас Так Чувствую Что Очень Большая Проблема Наверное Самая Страшная Проблема Которая Порождает Может Все Ужасные Конфликты Которые В Историю Человечества Таким Разом Повторяются Это Разделение Да Вот Разделение Мы Они Или Там Хорошие Плохие Еще Какие Нибудь Такие Такие Да В общем Это Могут Разные Станальным Признак Уделить Еще Как Нибудь Делить Это В Единство Единство Такого Оно Конечно Очень Мифическое Пока Да То есть Какое Тут Единство Это Так Теоретически Очень Другие Прямо Так Если Говорить Но Глобально Мне кажется Пока Мы Вот Это Делимся Пока Мы Так Или Иначе Одно Одно Зло Порождает Потом Много Много Поколений Противоречий Опять Внутренних Да И там Еще То есть Каждое Зло Оно Порождает Дальше Следующее Следующее Получается Что Порождает Само Себя И Именно Наверное Вот Из-за Этого Разделения Пока Вот Эта Боль Она Не Проживается До Конца То Это Остается Какая Внутренняя Потребность Доказывать Побеждать У тех Кто В разных Ситуациях Ну Это Такие Не знаю Мысли Глобально Почему Это Случается В принципе Люди Столько Тысячелетий И Это Продолжает Такое Прочинение Страданий Такое Немножко Безумное Вот И Да Тот Же Чань Да Этзен И Махаяна Она Про Недвойственность Это Нее Сложно Говорить Да Это Совершенно Такой Идеалистическая История Двойственно Все Одно Нет Двух Так Когда Просто Про Это Говоришь Особо Непонятно Особенно Применение Реальности Это Кажется Совсем Не так В мире Как раз Очень Двойственно Вот Но Здесь Наверное Вот Эта Практика Она Нам И Нужна Чтобы Как-то Это На Уровне Переживания Можно Чувствовать Когда Словами Это Не Получается Говорить И Когда На Уровне Там Каких-то Наших Бытовых Ситуаций Мы Этого Не Видим Наоборот Разделения Разделения То Ну Вот Может быть Помощь Практики Можно На Уровне Переживаний Чуть 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 Чувствовать Ну И Дальше Как-то Как-то Дальше Уже Вот Имея Это Переживание Может Дела Или Действия В мире Будут Как-то Меняться Именно В сторону Единства Человеческой Природы Ведь Это Правда Что Страдания Универсальны То есть Это Совершенно Абсолютно Одинаково Все Люди Чувствуют Одинаково Вообще В зависимости Нет Чего Это Природа Она Одинаковая У всех Почему-то Все Время Исторически Складывается Так Что Разделение Есть И оно Никуда Не девается Было Две Тысячи Лет Назад И Сейчас То же Самое Люди Продолжают Раскручивать Маховик Разделения Это Приводит К новым К новым К новым К новым Страдания Я На самом деле Ну как Ответа У меня Никакого Нет Я Не знаю Не знаю Что С ним Делать Естественно Кажется Что Другого Для себя Другого Какого-то Пути Кроме Духовного Пути Практики Не вижу Потому что Кажется Что С помощью Переживания Внутри Практики Хоть как-то Это можно Почувствовать Это Не двойственность Это Само Ну и Дальше Из этого Как-то Действовать По-другому По-другому Не знаю Как Ну я Вот Ты сказала Что Про это Зло Которое Движется Сквозь Там Поколение Сквозь Жизнь Сквозь Нас Ну и Вот Получается Что Здесь Зависит Наверное Какой-то Глобальности Задач Которые Мы Можем Поставить Перед Собой Может Быть Вот У каждого Она может быть Своя В соответствии Со своей Жизнью Вот У меня Есть Моя Жизнь У меня Есть Какой-то Свой Охват Того До чего Я могу Дотянуться Что-ли Мое Пространство Какое-то И тут Вот Для меня Это принцип Такой Он Очень Понятный Он Не я Это Придумал Он Звучит Опять же Все эти Тысячи Лет В разных Традициях Ну как Если Есть зло То Твоя Задача Остановить Его на себе Ну вот Если ты его Осознаешь Вот ты сам Ты не можешь Повлиять Там на Эти миллионы Тысячи людей Которые Там Сейчас Воюют Там Но Где ты можешь Остановить Себе И дальше Террина Может быть Как-то его Вокруг себя Для меня Сейчас Одна из моих Самых Больших Ценностей Это Но Сохранить Вот Постараться Сохранить Насколько Я могу Вот То пространство Те пространства Это пространство Ну если так Обобщать Пространство Будды В городе Но там Внутри него Еще есть Несколько Пространств Где люди Могут Быть Вместе Ну вот У меня Была Это годовая Программа И она Сейчас Продолжается Она была Потому что Она уже Заканчивается Год Как раз Прошел Одна из наших Участниц Говорит Что Ну вот Мы сейчас Экзамен Сдаем Ну Потому что Действительно Получается Что У нас Там Все Русскоязычные Понятно Что Я Все Преподаю На русском И Люди Естественно Образов Собираются Кто Понимает Этот язык Но Там Есть Русские Украинцы Казахи Из Прибалтики Люди Белорусы Но Вот Это Две Большие Части Руссияне И Украинцы И Понятно Что Сейчас Очень Большая Что Тяжело Просто Быть Вместе Тем Менее Ну Вот Моя Задача Чтобы Сохранить Это Пространство Насколько Мне Хватит Сил Сохранить Как Просто Ну Как То Вот Быть Этим Пространство В каком Смысле Да Что Вот Оно Есть Вы Можете Там Быть Уже Задача Каждого Из Участников Тоже Решить Для Себя Могу Ли Я Там Быть И Для Меня Вот Это Ну Какая То Потому Что Я Получается Все Таки Ну Будучи Гражданином России Тем Не Я Уже Давно Живу В третьей Стране Которая Как Бы Не Вовлечена Вот В Конфликт С С Ну То 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 Мне Легче Отстраниться Что Да Даже Просто Территориально То 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 Я Далеко От Всего От Этого Мне В этом Смысле Может быть Легче И Держать Это Пространство Как Ты Говоришь Что Я Не Ваш Не Ваш Я Сам Свой Я Гражданин Будды В городе Этого Пространства Но Я Понимаю Как Тяжело Людям Которые Кто-то Сейчас Бомбежками Там Или Где-то Пришлось Выехать Из Украины Просто В силу Того Что Там Невозможно Было Находиться Кто-то В России И У них Там Свои Чувства Вины И прочее Комплекс Чувств И Они Приходят В это Пространство И Для Меня Их Героизм Здесь Какой-то Их Преодоление Этого Страха Что Вот Как Тоже Берни Рассказывал Там Историю Как Встретились В этом Вавшице Двое Людей Одна Немка Дочь Дочь Эсэсовца Который Там Работал Когда-то Он Ее Звал Берни Звал Ее Много Лет Туда Приглашал Ну У него Там Был Какой-то Видимо Список Кого Пригласить Бесплатно Он Приглашал Их И Она Отказывалась Всегда Из-за Одной Причины Она Очень Хотела Внутренне Вот Чтобы Это Как-то Излечить Излечить Потому Что У нее Было Ужасное Чувство Вины И Она Очень Хотела Но Она Страшно Боялась Встретить Там Кого-нибудь Там Встретить Например Человека Выжившего В этом Лагере Какого-нибудь Еврея Какого-нибудь Поляка Был Польский Еврей Другой Человек Который Которого Тоже Он Выживший В этом Освенциме И Он Его Тоже Приглашал Много Лет И Тоже Отказывался По той Причине Потому Что Он Боялся Приехать Он Очень Тоже Хотел Чтобы Как-то Прожить Это Еще Раз Пройти Сквозь Эту Травму Но Он Очень Боялся Встретить Там Немца Не Дай Бог То Что Он Не Отвечал На Себе Если Он Встретит Что Он С С Такие Встретились Там Ну И Они Прошли Там Сквозь Свой Процесс Им Было Очень Тяжело Но Они Встретились Там Что Действительно По-настоящему Встретились И Потом Ну Вот Они Остались Друзьями И Такими Очень Близкими Друзьями И Даже Там Какой-то Свой Собственный Проект Создали По Тоже Исцелению Этой Травмы Общим Мужа Вот Эти Вот И Вот Я вижу Сейчас Что Ну Как бы Там Просто Может быть Даже В каком-то Смысле Легче Потому Что Время Прошло То есть Дистанция Это уже Возникает Вот Это Когда-то Было В прошлом Мы Это Все Пережили Мы Уже Прожили Это А Сейчас У Нас Вот Это Горячая Стадия Прямо Сейчас Прямо Сейчас Там Рвутся Бомбы Прямо Сейчас Там Ракеты Я Ну Поражаюсь Силей Этих Людей Вот Которые Приходят В это Общее Наше Пространство И Могут Там Быть Друг С Друг Сегодня Мы Просто Встречались Такое Тяжелое Переживание Ну В смысле Что Очень Трудное Переживание Мы Там Все Плакали Потому Что Чувств Много Потому Что Как С Этим Быть Ну Мы Понятно Что Мы Можем То есть Вот Эта Идентичность Она Сложная Штука Ну В смысле Что Я Не чувствую Себя Прям Таким Россиянином Для меня Этот штамп В паспорте Он В принципе Никогда Особо Ничего Не Значил Какие-то Личные Отношения С Гражданством С Национальной Идентичностью У каждого Они свои Оно У меня Всегда Было В этом Месте Очень Слабое Ну Как Я не знаю Почему По каким Причинам По каким-то С детства Я Никогда Я Советским Человеком Чувствовал И Это Для меня Никогда Не было Важным Я понимаю Что для Других По-другому Что Есть Там Какая-то Более Сильная Связь С этим Что Я Украинец Я Русский Украинцам Сейчас У них Как-то Этидентичность Сильно Сильно Проявлена Потому Что Они Защищают Свою Украинскость Потому Что Она Атакована И И Вот С этим Люди Приходят И Им Очень Тяжело Встретиться Потому Что Обобщение Неизбежно Происходят Потому Что Это Не Просто Мы Встретились Раньше Пока Был Относительный Мир Хотя Не Зря Все Слова Про эти 8 Лет Все Это Длилось Но Мы Как-то Закрывали На это Глаза Более Менее Ну Вот Те Кто Там Встречалось Мы Тут Про Духовную Практику Мы Действительно Мы Вот Вместе Вот Что Тут Мы Можем Быть Здесь Как Друзья Как Просто Как Люди Как Личности А Сейчас Вот Это Обострилось Что Нет Мы Не Просто Что Мы Тут Русские А Мы Тут Украинцы И Вот Мы Собрались В Одном Пространстве И Это Колоссально Тяжело И Поэтому Вот Это Прохождение Сквозь Это Когда Мы Имеем С Этим Дел Не Отворачиваясь От Этого Переживаем Проживаем Это Но Вот Просто Ну Сегодня Это Был Прям Такой У нас Сильный Процесс Потому Что Мы Это Чувствовалось Как Даже Там В Голосах В Тонациях Как Люди Сначала Говорят И Как Потом Произошло Некое Какое Такое Смягчение Какого Вот Это Принятие Ну Вот Насколько Это Можно Принять Какую-то Таковость Этой Ситуации Что Так Мы Сейчас Можем Ли Мы Остаться Действительно Людьми Можем Ли Мы Сохранить Вот Это Пространство Как Драгоценность Которую Мы Могли Нести Дальше Потому Нам Жить Дальше Нам Жить Дальше То Что Говорят Что Как Мы Жили Ну Как В любом Суще Как Злот Это Остановить Остановить Что Это Значит Чтобы Жить Дальше Жить Дальше Оставив Это Где-то Остановив И Дальше Не Нести Это Дальше С собой Вот Здесь Опять же Буддийские Идеи Если Использовать Есть Идеи Кармических Семян Вот Это То Что Все Эти Истории Почему У Людей Все Эти Разные Мнения Так Сказать Разные Эти Позиции Потому Что Они Несут В себе Эти Семена Прошлого Семена Своих Там Предков Семена Вот Этих Историй Каких-то Свои Собственные Какие-то Семейные Вот Эти Вот Национальные Прочее Прочее Несут Это В себе И Дальше То 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 Мы Приходим Вот С Этими Семенами У У Нас Полная Горсть Этих Семен Просто Дальше Вот Если Я Отосознаю Ты Говоришь Про Эту Частность Мне Кажется Это Очень Важно Как раз Буддистская Позиция Видения Ясного Видения Постараться Как можно Яснее Увидеть Какие Семена Я Тащу В себе В полной Горсти Чего Тут Буду Ли Я Вот Это Сейчас Рассыпать Вокруг Себя Или Я Найду Какие Другие Семена Эти Понятно Что Я Сделания Везде Но Если Я Вижу Могу Ли Я Эти Семена Не Сеять А Посеять Другие Вот Вот Это Вот Вот Это Вопрос Такой Главный Выбор Какой-то Который Мы Сейчас Здесь Делаем В Этой Точке Да Мне кажется Твое Пространство Конечно Делаешь В этих Группах Ну И Не Только Ты Многие Супер Важно Это Именно Про Возможность Быть Вместе Хотя Бо Кому То Хотя Бо С Кем Несмотря На Все Разъединяющие Внешние Штуки Вот А еще Ты говоришь Про семена Да И тут Мне Как-то Приходит Что Еще Очень Важно Видеть Ну Как бы Или Как-то Понимать Хотя бы Да Что В другом Человеке В каждом Есть Эти Семена И Они Тоже Разные Что Это Вот Человек Не Определяется Ну Какой-то Вот Своей Позиции Которая Там Может Кататься Ужасной Или Еще Что-то Или Быть Не Такой Как Наши И Действиями Не Определяется На Сто Пространцев Невозможно Потому что Каждый Человек Это Действительно Огромное Количество Там Если Мы Говорим В Буддистском Взгляде Миллиарды Перерождений Там Это Все Накапливается Накапливается Все Обусловлено Все Все Причины И Словия Все Обусловлено И Как Вот Это Ну То 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 Делим Вот Так Опять Да Тут С С Этим Я Согласен Хорош С Этим Я Не Согласен Он Плохой А Если Видеть В каждом Человеке Стараться Видеть Что Это Разное То Всего Есть Причина У Как у него прошло детство Каких были взгляды у родителей Глубоко Не сейчас они сформировались Политическая идентичность Они же долго очень формируются Вот в этом еще сложно Потому что Почему Это невозможно что-то доказать Потому что Там вот этот нарратив Он складывался Как правило Ну не знаю Всю жизнь Всю сознательную жизнь Иногда и бессознательность Ребенок В определенной семье Родился Каким-то взглядом У него Вот это вот Он думает так же Он сам не знает Почему он так думает Просто Это вот Это родители думали Он так думает Но у кого-то не так У кого-то меняется Но как правило Очень применительная история Вкладывание вот этого Такого Какого-то Взгляда Там на Политику На все эти Власти Курсы Мне очень длительно Вкладывались И там найти точку отсчета Невозможно Вот поэтому Невозможно что-то доказать То есть нельзя сказать Что у нас есть аксиомы Как математики Я просто У математики Мне это конечно Очень сложно В математике Все по Очень конкретно Есть аксиомы Они не требуют доказательств С ними все согласны И вот мы Имея аксиомы Мы можем там Значит Зиних Да Логическими выводами Приходить к определенным заключениям И они вот Правильные С ними Все согласны Мы можем доказать Есть такое Есть доказательства Есть на что Опираться Есть аксиомы Есть процесс Логический Вот мы Заказываем Вот А тут Обычно Когда Ну если даже Начинать Так Гипотетически В кем-то Споре И пытаться Понять А где Где Расходят Где мы Начинаем Где Вот эта Развилка Возникает Почему Мы друг друга Не понимаем То она Там вообще Где-то Теряется То есть Она И очень Сложно Сказать Что вот Здесь мы Не согласны И вот Поэтому С этого Все началось Это непонятно Где это Началось Но как правило Она могла Начаться В поколении Или до нас Еще И поэтому Вот вы видите Что человек Он не определяется Он не только Этот Там еще Много Есть Другого И как-то Можно Это Хотя бы Это понимать Что это Не только Этенетичность Такая Явная Политическая Вгляд А вот Ты сказал Про аксиомы В математике А они Откуда берутся На чем Основана Почему люди Согласны Что есть Такая аксиома Что в ней Такого Что все Согласны Что это аксиома Она какая-то Самоочевидная Она говорит Аксиома Это то Что не требует Доказать Параллельно Прямой И не пересекается То есть Это просто Видимо Видимо Да Вот так Договорились Мы договорились Что есть Некое Определение Математики Определение Договариваются Очень четко Если мы говорим Об этом То вот это Это вот это А это Это вот это Мы это так Определяем Если мы Оперируем Одними понятиями То есть в одной системе математики тоже бывают разные системы счисления, геометрии разные. Но если мы выбрали одну систему счисления или одну геометрию, то в одной системе счисления два плюс два – это четыре. Вариантов нет. В этой системе счисления других вариантов нет. Это вот так. С этим спорить невозможно. В этой системе счисления. Здесь некие совершенно определенные точки отсчета. Мы договорились, вот мы так делали. И это всем очевидно, что в этой системе счисления мы так договорились, это так. конечно жизненных ситуациях сложнее найти могут быть разные здесь действительно сложно особенно когда мы говорим об этой этике об этой какой именно этой потому что этик самих существует много именно как раз почему их много потому что основание получается что у каждого какие-то свои там какие-то для этики и тут опять если там брать буддистскую этику то ведь основная аксиома как раз про страдание недаром начинается страдание что страдание существует что все испытывают страдание это переживаемый опыт любого живого чувствующего существа если ты чувствуешь что ты можешь чувствовать страдание и вот эта точка отсчета она как раз нас может вести но здесь люди настолько теряют в своих вот этих историях нарративах ну а что как бы окей вот мы согласны даже если мы согласны что страдание существует а там как исправить страдание да вот так как же нам исцелить как его уменьшить дальше уже вот эти пути там страдания потому что один скажет что ну мы вот из всех зол убираем меньше вот чтобы вот мы сейчас эту войну начали для чего чтобы значит например на нас не напали мы как бы превентивный удар делаем да вот потому что если бы его не сделали мы бы значит у нас был бы этот удар по нам через несколько лет мы бы тогда страдали сильнее и как это переубедить как свернуть с этого что как бы то есть для меня очевидно посмотри этого еще не произошло вот то что ты сейчас делаешь уже произошло вот это твой превентивный удар ты сейчас причиняешь это страдание вот оно уже есть но вот у него просто другая совершенно какие-то другие основания в этой истории объясняющие истории зачем как бы зачем и как это делать вот тут конечно да это тяжело ну или вот там если взять каких-то религиозные основания да тоже ну я не помню там какие-то истории вот недавние из недавнего прошлого что прошлое что бы что же так немножко отстраниться вот прошлое подумать ну вот там были эти террористические атаки там на во Франции например на этих на карикатуристов людей убили да и ну им говорят что ребята вы зло совершили зло это убить других нет как бы зло было до этого тем что они там что они нарисовали пророка изобразили его то есть как бы в этой иерархии ценностей страдания от изображения пророка оно как больше чем уничтожение жизни все это прострадание проник проника но как мы можем с этим соотнестись для меня это как-то невообразимо а для того человека нормально он там потому что он там может быть считать что смерть она вообще в принципе не так страшна и там дальше будет продолжение в любом случае и вот с этим конечно сложно да вот с этими нарративами мне кажется здесь основное такое ну я не знаю какая-то хотя бы возможность если нахождение этого контакта но это как раз умение слышать все-таки вот как как бы какое-то пространство организации какого-то пространства где мы могли бы услышать друг друга потому что если я отрезаю просто всякую возможность контакта то мы там просто ну не встретимся никогда когда она есть ну вот почему Берни устраивал эти пространства ретритные туда всех приглашал с этими историями конфликтующими историей с этими с этой болью потому что там появляется хотя бы возможность в этом пространстве услышать стараться не увеличивать объединение наоборот насколько можно где возможно сохранять какое-то пространство или возможность чувствовать возможность ну знаешь как идеального мира не существует похоже что так очень хотелось раз она всегда договорится найти эти аксиомы всех в этом убедить убедить всех что вот такие аксиомы давайте все такие аксиомы мы будем отсюда и дальше идеальный мир похоже что нет не работает и тогда что значит а дальше буддизм это атаковость но вот оно все вот так оно не идеально действительно люди не согласны реально есть противоположные точки зрения мы реально не можем никого убедить в своей правоте или мы считаем что мы правы они считают что они правы и где вот эта правда такая универсальная как-то ну как-то если этические принципы в разных религиях отключаются что делать это вот как бы так да это вот буддистская история оно так вот есть как есть и дальше опять что с этим делать и наверное мы не можем понятно глобальные все процессы ничего мы не можем сделать создать идеальный мир мы никак не можем повлиять на конкретную ситуацию мы физически никак не можем ну что остается остается даже со своими родственниками договориться не можем говорить вот ну что остается остается как-то это принимать я все время пытаюсь когда я встречаю человек который думает по-другому вспоминать что он это не его взгляд то есть на самом деле вот эта природа человека природа будды у каждого живого существа есть природа будды и она не во взглядах она не в мыслях она не не в позициях она вообще вне слов если сказать невозможно но она есть мы как бы верим на практике переживать что есть она одинаковая она общая у всех она одинаковая и вот тогда получается что ну по крайней мере если я нахожусь в рамках буддистского пути то как-то я все-таки могу могу иметь это в виду что природа будды какая-то первичная основа которую нельзя объяснить нельзя сказать там нельзя доказать ничего но как-то можно пережить что она действительно одинаковая и тогда если даже человек думает совсем не так как я если он делает какие-то может быть ужасные вещи но все равно вот я могу знать да и верить что вот эта природа будды она едина у нас с ней и дальше ну и дальше и дальше уже вот из этого да исходя из из этого исходя исходя из сострадания так сказать и к себе и к нему да и к ситуации но дальше как-то выбирать и как теперь ну то есть что делать как взаимодействовать вот с конкретной этой ситуацией с конкретным человеком там о своих делах вот ну и тут вот тоже наверное максимально вот это неразделение да то есть там где мы можем поддерживать неразделение наоборот единство там где мы можем насколько можем вот у нас в школе да мы проводим занятия и вот там был у меня случай там ученик пришла и говорит что я к вам сейчас прихожу но это вот в первой там неделе и это какой-то островок нормальности что-то как бы там во внешнем там вот все как-то а тут я хоть прикажу и тут занятия существуют мы тут что-то делаем мы дышим мы там двигаемся мы как-то чувствуем да чувствуем себя и это вот островок нормальности и можно здесь немножко отдохнуть ну вот то что мы можем мне кажется это важно какое-то вот там там где мы можем на наших маленьких кус-кусточках помнить помнить об этой вот на самом деле изначальной природе людей независимо действия действия конечно ну и в буддизме да бывают же действия из омрачения то есть есть понятное омрачение в буддизме и это прекрасно мы знаем каждый человек знает что можно действовать из омрачений и тогда это приводит к плохим последствия вот это конечно существует но несмотря на это несмотря на омрачение вот эта природа она одинаковая она есть у всех абсолютно и ну это буддистский взгляд они все его разделяют понятно я в это верю в общем и вот может быть из этого исходя это получится тоже этот выбор такой ежедневный ну делать соответственно знаешь мне о чем сейчас подумал вот ну когда то что ты сказала что мир этот не идеальный похоже не будет таким вот ну просто мы тоже сегодня разговаривали об этом и я сейчас это встречаю со многими разговариваю что у там клиентов ну с кем вообще сейчас как-то помогаю там бывает и людей у многих такое разочарование ну вообще в жизни и потери смыслов потому что мы за последние там ну как минимум мы вот люди живущие без прям такой вот совсем большой войны и в Европе можно сказать вот в целом даже учитывая вот вот эту восьмилетнюю войну такую тянущуюся в Украине все равно такой прям огромной большой войны которая сейчас происходит ее не было в европейской части и мы как-то попривыкли вот со времен Второй мировой войны что ну вот кажется кажется мы выбираемся куда-то кажется мы движемся вот кажется мы начинаем строить вот тот самый какой-то хотя бы если не рай царствие небесное на земле но но вот хотя бы такое без войны тут тут вот мы насвоить вот здесь вот эта территория как-то это хотя бы тут остановили вроде бы а тут вот оказалось что не остановили снова эта вспышка и вот наши родители еще там жили с этой мыслью что никогда больше в Европе в принципе это как-то тема она я вижу как она продолжается да Европа очень не хочет воевать но вот та Европа где я сейчас живу там и поэтому собственно сейчас из-за этого они так очень можно сказать так себя вяло тоже ведут боятся они потому что они уже точно не хотят туда влезать потому что они нахлебали сильно а вот получалось что на нашей территории на бывшего Советского Союза так а то если так объединить эту общую территорию которая сейчас переживает такие последствия мне кажется этого разделения еще ну вот там это снова вернулось и вот как раз люди сейчас теряют эту веру какую-то так что смысл что как же теперь как же так ну у меня честно говоря у меня не было такого прям этого надежда каких-то особых что я не то что я там готовился к войне я тоже не прям так ждал ее но тем не менее у меня не было прям какого-то очарования миром что все-таки сансары сансары есть сансары я в этом смысле как-то очень ну для меня почему буддийские взгляды их разделяю ну потому что для меня они достаточно очевидны ну как-то я это вижу что сансара она вот такая она такая жизнь тут вот царствие небес но здесь ну как бы я не знаю как может быть через какие-то там тысячи тысячи лет это как-то что-то такое конечно есть какой-то прогресс но настолько медленно вот поэтому при своей жизни уж я точно не ждал ничего такого прям распрекрасного и надежд как вот у меня на людей вообще на человечество знаю себя знаю других я тоже особо не питал ну вы что вот прямо сейчас такие станем распрекрасные а вот были такие как-то надежды были какие-то смыслы вот что вот все хорошо более-менее по сравнению там с нашими опять же даже хотя бы там бабушками дедушками и родителями сейчас получается что это разваливается и вот тут важная такая часть какого-то принятия этого что да это эта часть это сенсорическая часть она никуда не делалась и поэтому нам нужно иметь с этим делом с этими нашими омрачениями та же сенсорическая часть она вот сейчас состоит из наших же омрачений что действительно меня ведут эти омрачения вперед они меня заставляют каким-то образом действовать а с другой стороны вот ну я это называю так для себя как бы добавляя нирвану в сенсору ну вот опять же махаянский этот путь он старается это объединить вот эти две позиции этого единства недвойственности и вот этой разделенности двойственности совмещает то что нам нужно как-то уместить в себе вот как как в индивидуумах уместить каким-то образом через практику сильно возвращаться к ней двойственности в это переживание пытаться его ловить и в то же время жить внутри этой сенсоры как абсолютно двойственное существо как существо постоянно выбирающее чего-то и просто мне здесь опять же вспоминается вот ваш путь ченческий ну вот что шалинь что эти монахи стали бойцами воинами они стали воинское искусство культивировать там в принципе почему потому что обстоятельства так сложились ну вот ну как бы там исторически можно понять что это все на уровне мифологии но мы видим по результату ну вот были эти монахи в Индии они жили каким-то одним образом жизнь вот они там ходили подаяния собирали у них там вот ахимса полная то есть они не причиняли там вреда старались никому не причинять какое там боевой искусство о чем что он отстранился от жизни он ушел вот так вот и вот максимум он контактирует вот через добро всякое а тут они в Китай пришли а там другие правила вообще другая жизнь вот там вообще во-первых не очень-то подавали там что-то такое работать идея это как-то здесь не принято побираться там а во-вторых если они там чуть-чуть у них как-чет накапливалось в монастырях ну их грабили просто и вот тогда получается что и работать надо и они начали выращивать что-то все свои поля там какие-то возделывать огороды и тренировать себя чтобы защищать себя как-то и вот пожалуйста с одной стороны вот буддизм вот с недвойственностью со страданием со всем открытым сердцем а с другой стороны вот эти границы нужно соблюдать и и фактически быть воинами вот в военной ситуации вот здесь ну мы как-то вот с этим тоже сейчас и сталкиваемся здесь то же самое ну например украинцы вот да и они так то есть им нужно защищать свою землю и отстаивать себя и быть воинами и вот в этом вся сложность но имею ввиду что здесь нет опять каких-то обобщающих таких вот как положено как всем надо и поэтому вот это вот ну то что ты говоришь понять врага ну как-то или вот человека который вот вот он делает так по своим причинам потому что у него там вот так вот жизнь сложилась папа-мама были такие воспитания там можно еще там если буддистскую идею там реинкарнации что вот еще какие-то у него были там ну вот вот эти семена он пришел вот с горстями семян там во всех карманах везде принес такие вот вот он такой он такой и мы можем это понимать ну и что вот я понимаю почему Гитлер был таким-то почему он стал Гитлером этот человек и что мне теперь нужно вот ему сказать ну Гитлер дай я тебя обниму вот нет если он на меня нападает мне нужно от Гитлера защищаться вот мне нужно становиться воином но при этом да я могу понимать как он дошел до жизни такой вот это как бы одновременность этого и она сложна потому что ну вот мы сегодня тоже или там сейчас у меня уже все в голове путается потому что каждый день тут разговариваю с кем о чем там говорил в общем ну на днях вот я мы тоже какой-то из групп говорили об этом о том можем ли мы сражаться с врагом но при этом не расчеловечивая его вот это вот сейчас тема расчеловечивания который тоже сейчас там звучит потому что она звучит на любой войне потому что враг чтобы его убить его в принципе нужно как-то перестать считать человеком что иначе очень сложно и это какое-то такое большое усилие нужно вообще провести какую-то внутреннюю работу и здесь вот как раз боевое искусство мне в этом смысле ну я просто может быть не настолько глубоко погружен как ты в это но особенно там в молодости ну там у меня было пару десятков лет я в общем-то там занимался боевыми искусствами разными у меня очень вот как-то это был важен этот принцип уважения к врагу такому да вот и какого-то ну вот когда я вхожу даже даже если это враг такой ну как бы не враг а партнер по спаррингу там но все равно мы с ним бьемся мы с ним в этот момент мы соперники мы противодействуем у нас ну фактически это некий там пусть модель но конфликт такого и вот это сама уважительная позиция к этому да что я я встречаюсь с ним как с равным она очень важна здесь ну вот для меня это как-то вот я сейчас не то что я какой-то вывод хочу сделать вот опять же как правильно это скорее вот такое собирание разных аспектов что ли как же с этим быть вот для меня оно описывается ну если буддийским языком говорить вот парадигмой двух истин относительной абсолютной и попыткой их в себе же соединить да потому что если я уйду в эту абсолютную только вот я что я там буду там растворяться да вот в этом единстве но это подразумевает и образ жизни особый ну вот если мы говорим о недвойственных учениях вот какой-нибудь рамана махарши вот он там сидел у себя на горе это определенный образ жизни и многие там в Китае большие традиции отшельничества есть на то что люди уходят и ну вот это определенный образ жизни они там как-то вот живут хотя опять же если посмотреть и на того же раману и на этих отшельников что они взаимодействовали с людьми все равно там может быть не все время а какими-то периодами то они уходили там в какой-то самадхи там какие-то свои процессы потом снова выходили все равно взаимодействовали с людьми как-то помогали им как-то поддерживали на их пути то есть в любом случае какой-то выключенности совершенной из социальной жизни очень мало даже в качестве отшельников происходит но это все равно как вот такой вот такой путь и он подразумевает это а если я остаюсь остаюсь активным в жизни если я остаюсь вот каким-то вовлеченным в жизнь социальную и так далее то вот здесь очень важно ну как-то помните о правилах этой жизни и о каких-то выборах в том числе этических и в том числе этого добро и зло которые вот оно существует здесь в этом здесь проходят эти границы что правильно что неправильно там агрессия агрессия это неправильно мы стараемся этому как-то противодействовать теми силами которыми мы можем вот и ну вот я просто сейчас опять возвращаюсь к сегодняшнему нашему там утреннему разговору в этой группе для меня получается что ну вот как это например в практическом приложении было у нас то есть это пространство общее это как бы само пространство это как будто качество вот это абсолютно истины что оно оно может принять потенциально любого вот оно открыто ты можешь прийти туда но приходишь ты вот как этот индивидуум как вот с этим с этим с этим относительностью своей со всей и вот тогда встречаются эти относительные люди относительные такие и они бьются друг об друга но у них есть это общее пространство которое их принимает и если они помнят об этом общем пространстве то вот там каким-то образом постепенно находится вот оно оно начинает друг на друга влиять вот это само пространство оно влияет на в том числе на эту относительность вот через просто слушание друг друга через контакт через учитывание вот этой разницы и вот как ты говоришь понимание что у другого вот такая история и поэтому он такой а у меня такая история поэтому такое но можем ли мы встретиться здесь в этом пространстве общем но для меня вот это как-то так складывается как минимум буквально в практическом приложении опять оно получается оно или нет ну как-то бывает по-разному да видишь парадействия как раз мне кажется очень хороший пример привел что иногда надо защищаться и буддизм он не предполагает уход обязательно вот какой-то да такое отстранение как раз нет не без отличия наоборот это очень ну такое вот прошивание чувствует то что происходит это все страдать чувствовать боль других людей ну и при этом действовать действие там где мы можем там где мы должны действовать вот всех ситуаций которые у нас складываются ну вот каждый раз выбор какой-то делать ну на чем-то основывается на чем основывается это решает на чем они основываются основываются на буддистском взгляде то ну наверное мы будем стараться как-то помогать и не вредить. Не увеличивать это количество страданий, не увеличивать это разъединение, расстреление. А наоборот, например, всегда ли понятно, как это сделать? Да нет, конечно. Есть ли какой-то универсальный совет, что надо вот только так? Ну, тоже нет, потому что опять-таки все очень конкретное взаимодействие, оно будет как-то проявляться со своими. Но тут еще знаешь, что ты сказал, что мир рушится, для многих это было какой-то такой ну вот, что действительно как-то происходит и потеря смыслов. Но это же вот то самое непостоянство, в буддизме тоже одна из основных таких идей вообще. Основная концепция непостоянства, но все меняется. И это тоже, знаешь, вот сейчас объяснять намного легче. То есть раньше ну непостоянство, ну а что? Человек смотрит, вполне все постоянно. В дом стоит, там стены сколько-то лет, там не знаю. Ну, в общем, постоянного вот такого, внешнепостоянного в жизни достаточно много. А тут вот действительно, ну да, непостоянно, очень-очень это заметно. Что меняется, все меняется, все изменчивое. Этот мир такой вот, который нам условный, который нам казалось, что мир, я имею в виду, конкретно политический, да, такой вот экономической ситуации, там какие-то дружеские отношения, вот это все, и все это, да, действительно меняется, если ты можешь что-то произойти, оно... То есть на это нельзя опираться, получается так, да? То есть про это, да, тоже пультизм. Где искать точку опоры? Если снаружи, ну вот ее как-то не очень получается найти. В какой-то момент... Ну и ведь тоже, когда вот это происходит там, да, я читаю друзей, я не очень читаю новости, ну там, но я читаю вот людей, которые что-то реально, которые что-то пишут или говорят. И, ну, я так с отношусь с этим, то есть я понимаю, что если это происходит там, вот в моей жизни, вот в 21 веке, то это значит, это может произойти точно так, что это может произойти с кем угодно. Ну вот в это время на нашей планете это возможно. Такое вот. Раньше мы про этот книгах, там читали фильмы, смотрели, да, что это прям прям, ну, прямые такие военные действия. Сейчас вот мы сталкиваемся... Ну, вернее, не всегда были, просто сейчас это очень близко, да, то есть когда они проходили где-то в других странах, там далеко, ну, это тоже понятно, что мы это чувствовали, но как-то не так явно, да, ну, естественно. Сейчас очень близко. И поэтому, соответственно, возникает ощущение, что, ну да, это может произойти, просто это вот, ну да, это вот такое вот может произойти. И тогда, ну что, тогда вот действительно, получается, что опираться на внешнее, ну, просто невозможно, потому что оно совершенно совсем вообще никак неустойчиво. Дальше на что опираться тогда? Ну вот, опять же, кроме какого-то пути, пути, ну вот буддизма или других каких-то таких вот направлений, да, путей, которые предлагают что-то, что-то, что-то вне этого. Ну, непонятно как, что действительно, если, если такого, такой точки опоры нету, то как дальше? На что операться, если мы настолько непостоянно? Очень сложно. Ну, вот для меня, да, это все-таки духовный, да, буддийский путь, он какую-то такую, наверное, опору дает внутреннюю. Вот, хотя, как что, все это хорошо звучит, но это все равно сложно. Да, ну, просто опять же, мне кажется, мы были вот, ну, опять действительно, мы, это вот люди, которые жили вот в какой-то, вот действительно, где прямо вот около наших дверей не было войны, потому что она действительно всегда была где-то там, вот в Афганистане, окей, ну, вот в Иране, ну, вот там, не знаю, в Сирии, вот еще, мы, конечно, да, да, сирийцы, вот там, значит, в Африке где-то воюют, да, но это слишком далеко, просто, ну, опять же, естественно, это проксимика, вот если у меня тут у соседей это происходит, вот я это чувствую, у меня за стеной, если в мой дом приходят, тем более, а если вот где-то там за, в соседнем городе даже, то это уже как бы подальше, меня уже меньше волнует, а тут вот совсем далеко, и понятно, что у нас, эти, больше, не меньше степени волнуют эти вещи сейчас, потому что тоже какие-то, что же вы, ну, кто-то, это вообще какой-то, я считаю, идиотизм, когда они начинают, говорят, что же вы раньше-то, вот, ну, вот в Афганистане, вот в Сирии, вот там, почему они, вот поэтому, как бы это естественно, что вот близко, действительно близко, мы переживаем за то, что близко, но, когда вот оно случилось, случается, вот мы это наблюдаем, вот в переживании, в своем наблюдаем, вот оно, кто-то вот непосредственно бомбят, вот дом прям бомбят, кто-то вот так душевно, вот я там все время на связи, с несколькими десятками каждый день там людьми, которых бомбят, и у меня какие-то свои переживания, что ты их бомбят, а я тут, значит, сижу, и как мне быть с этим тоже, и, то есть в любом случае, вот как ты говоришь, мы это касаемся сейчас, вот прям непосредственно, это или это касается нас, и тут вот как раз это разочарование, оно происходит из-за первичного очарования, ну вот у нас это было, мы обнаруживаем, что мы очаровались миром, собственно, любая духовная традиция, любая религия, в какой ни возьми, они не про этот мир, они говорят, что, ребят, на этот мир опираться нельзя, здесь вот это вот, как там, ржа, моль все ест, да, как там у христиан, тоже про это, моль ест, ржа, значит, от ржи все ржавеет, тут нет ничего устойчивого, то есть каждый просто, будин там по-своему об этом говорил, христианство по-своему, что нельзя здесь построить царствие небесное, тогда они как бы такие, вроде бы тогда, получается, что, а что надо, а что, как бы, скопистские они такие, да, что вот есть какой-то другой мир, вот мы к нему здесь готовимся, но этот другой мир не обязательно располагать в этом самом, где-то в будущем, ну вот там, помру, вот и будет мне там счастье, или там, сейчас эту жизнь проживу как-то, вот следующую рожусь, опять же там получше, потом еще получше, еще получше, потом вообще не рожусь, когда будет мне счастье. Ну вот, мне как раз в этом смысле ближе там, махаянская позиция, что одновременно, вот одновременно, вот действительно, если в сансаре, в этом мире, вот не стойком, не устойчивом, я действительно ни на что опереться не могу, то нирван тоже на здесь, но где она тогда, где ее искать, где ее искать, вот, ну вот, в такой банальный ответ, духовных путей, смотри внутрь, да, вот там ищи, это не просто, но в смысле, что она же, ну и вот там трудно, ну как бы, это требует определенных тоже усилий, ну вот, чтобы туда смотреть, как туда смотреть, нужно что-то делать для этого. но потом это может влиять в том числе, ну вот для меня здесь опять же важна эта махаянская позиция, что это не эскапизм, это не не уход, вот это нирванение какое-то, чтобы там спрятаться от сансары, чтобы наоборот, вот обнаружив это там как-то через опыт, все-таки стараться приносить это сюда. Да, я очень так это чувствую, тут еще знаю, в китайский, вот в Китае еще дайсизм есть, вообще буддизм, он такой весь, как бы, подбирательный такой, а до этого, до буддизма, там еще был дайсизм, но он не есть, а вот в дайсизме там вообще, там как-то вот эта идея того, что вот мир он такой, какой он есть, она еще вообще во главу угла ставится, то есть там вот просто, вот есть некая там небеса, есть земля, есть какие-то разные силы, есть иньян, есть вот эти разные энергии, они вот взаимодействуют постоянно друг с другом, и никогда не будет такого, что вот есть только там свет или только тьма, да, это все время, все время взаимопоникающий процесс, и просто так устроен мир. В дайсизме там лао ци, да, вот у них так вот такая картина, что просто вот, опять это никакого идеального не будет. То есть это вот так устроено, что всегда будет страдание, всегда будет боль, всегда будет одновременно какой-то свет, какое-то добро. Это вот всегда так просто устроено, оно все время вот взаимопоникает, и с этим ничего нельзя делать, оно вот так вот, так устроено. Ну а дальше, а что же делать? Ну как-то вот понимая это, то есть некая такая мудрость в том, чтобы вот как-то, я не знаю, чувствовать или понимать, что это вот действительно так. Ну и вот жить там максимально, не знаю, максимально естественно. Да, в дайсизме это, наверное, это так, максимально естественно. То есть максимально в согласии в той конкретной ситуации, которая вот прямо сейчас тут вот есть вокруг. Максимально быть в согласии, ну они говорят, землей и небом. Да, ну это так. А если на жизнь этого перекладывать, то вот максимально естественно реагировать максимально адекватно вот той конкретной ситуации, которая есть. Не идеализируя, не пытаясь там какие-то универсальные опять истины придумать, универсальные ответы, как надо, для всех, всегда. Ну потому что их нет, то что меняется. Энергия и нян, они вот постоянно в движении. Они в движении в природе, они в движении в человеке. То есть в человеке есть эти энергии, они тоже все время меняются. Зависит там от миллиона факторов. Ну и в общем это вот такой вот совершенно неконкретный, в некотором смысле, да, вот опять нет никаких там, раз навсегда взятых аксиом или точек опоры, такой вот пересекающий какой-то мир. Ну в котором, тем не менее, мы можем увеличивать страдания, да, или уменьшать, делать что-то в своем, в своей вот этой ситуации, делать что-то, что приносит пользу тебе и другим людям, да. И то, что тут локальность прямо сейчас приносит вред тебе и другим людям. Ну и вот наиболее естественно, да, если мы действуем в большем согласии с этим мироустройством, то мы, соответственно, будем своим деятем. Ну то есть если говорят про нedeяния, ну тут вот такой тоже термин, его можно неправильно очень понять. То есть они когда говорят про недеяния, они не имеют в виду, что ничего не делает. Они имеют в виду, что все делать, но при этом не думая, что это я вот делаю, вот я молодец, я делаю, я вот даже если очень хорошее делаю, я такое хорошая, я это все делаю, вот я молодец. Вот это будет тоже неправильным намерением, потому что намерение из какого-то личного, для себя как бы больше. Чтобы все время в своей конкретной ситуации сказать, что прямо сейчас для меня тут наиболее правильно, наиболее естественно, как это находить, какой-то способ. Ну да, и через практику, потому что она помогает отсоединить вот эту вот фансару нирвану, потому что прямо в маханянской позиции оно прямо в общем все здесь, и то и другое. Ну и мне кажется, как раз это про внутренний мир, да, то есть если вот внутри действительно какой-то мир, да, внутри, внутренний, ну тогда его можно наружу, чтобы он будет проявляться, никуда он не денется, он будет проявляться. И это влияет на действия, на очень конкретные действия влияет. Вот поэтому, если практика помогает этот внутренний мир возвращать, то наверное это, это, знаешь, есть, ну ты наверняка знаешь, что есть, рассказываешь, историю про вызывателя дождя, я недавно там поделилась своими. Вызыватель дождя? Вызыватель дождя, да. Не знаю, что-то. Не помню. Ну там, значит, история, кратко расскажу, что вот в одной китайской провинции была засуха огромная, и из-за этого неурожай, голод, и ну очень-то вот, очень долго не было дождей, и это вызывало очень большие бедствия людей. И они знали, что есть там другой в какой-то деревне, есть вот старичок, очень старый какой-то там мастер, который вот умеет, ну там какие-то чудеса условно делать, да. И они его позвали, и вот, ну вот, рассказали ему все, попросили помочь. И он там закрылся на три дня в избушке в этой деревне. Три дня, значит, не выходил, ни с кем не разговаривал, на третий день пошел дождь. И он за это взял очень много денег, то есть вот, как бы, за эту свою помощь он взял очень много денег, так что там даже им было сложно это заплатить, но как-то они все-таки собрали. Вот, и там еще была какая-то группа ученых, этнографов, которые что-то там исследовали, и они вот уже, когда все закончили, дождь пошел, они к ним пришли, он согласился с ними поговорить, они говорят, ну как вы, вот расскажите, какой у вас там какой-то ритуал делали, обряд, как вы это сделали. Он говорит, да нет, что вы, я волшебник, что ли, я не волшебник вообще, я не могу, что я, я не вызвал дождь, я не могу, не умею вызывать дождь. Они говорят, ну а как же, дождь-то пошел? Он говорит, ну просто я когда пришел сюда, я почувствовал, увидел, что вот вся природа, вся ситуация здесь, она очень негармоничная. И дождь не идет, потому что, ну вот все как-то очень скривлено, нету гармонии вот в энергиях, там, в пространстве, вот как-то все очень неправильно. И поэтому не идет дождь. Я не мог вызвать дождь, но я мог поменять эту неправильность, то есть я свое состояние сделал неправильным, я как бы соединился с этой неправильностью, вот этого места сейчас здесь. Я соединился с этой неправильностью, стал единым с этой неправильностью. То есть свое состояние сделал вот таким же неправильным, а потом свое состояние поменял на правильно. И когда вот я такой вот, ну, единый с этим поменял свое состояние, вернул обратно к правильному, то природное состояние тоже вернулось к правильному, и поэтому пошел дождь, потому что это как бы гармонизировалось на каком-то уровне. Вот. Ну, его они спросили, а почему же тогда вы так много денег за это взяли, если как бы вы ничего не делали вот такого волшебного? Ну, он сказал, что потому что это очень тяжело, сначала неправильно стоит, потом... Какая-то такая, знаешь, история, что, ну, что, если мы физически сейчас не можем конкретно, да, повлиять на главную ситуацию никак, то, может быть, вот себя возвращать в правильное состояние как можно чаще. Это может быть то, что мы можем, а может быть, как-то это, если так много людей будет делать, ну, как-то это влияет на это тоже. Может, верить, по крайней мере, на то, что еще остается. Вот. Да. Для меня это, вот, собственно, притча о том, что как раз вначале нужно войти в контакт с тем, что есть, опять же, со всей неправильностью, со всей болью. Вот если сейчас боль люди испытывают, то это нужно соединиться с этим, ну, и пережить в том числе тоже, да, пережить. Нужно для этого создать пространство. Но тут, просто для меня еще, знаешь, важно, вот, ну, опять же, если говорить о Махаянском пути, то вот это позиция этого бодхисаттва. Ну, вот бодхисаттва входит в ситуацию, вот, то есть он идет, он идет во тьму. Да, вот он как бы осознательно идет во тьму. Вот я иду во тьму, все, я туда иду. Но он идет туда не, как бы, словно говоря, небезоружным, но вот вооружен вот своим видением, мудростью, да, своим состраданием. То есть он туда идет, готовым встретиться с этой тьмой. Точно так же, как вот этот вызыватель дождя, вот, то есть он увидел эту неправильность, сказал так, окей, я вижу неправильность, я иду к неправильности, чтобы быть неправильным, стать неправильным самому, войти с этим в контакт. Но он вооружен своим видением этого, это неправильность, своим знанием, что он туда идет. Он туда собрался, вот, специально как-то, то есть в этом смысле, ну, для меня лично, вот, что тут работает, это, ну, во-первых, действительно, это намерение, просто с какой целью я туда иду. Вот, а второе, что это пространство, у него есть границы, там, временные. И, ну, и пространство, даже если это, вот, какое-то онлайн пространство, вот, я там собираюсь с людьми, вот, у нас есть, там, 30, там, 20-30 человек, сколько там их есть. Вот, у нас есть время, там, полтора часа. Вот мы, за счет этого, от сих до сих мы создали это время, чтобы быть, в том числе, с этой болью, которая там возникает, которую мы там выкладываем, предъявляем друг другу. И вот эти границы этого пространства, они, как бы, защищают, в том числе, там, меня, если я создаю это пространство. Да, я туда прихожу специально, я говорю, что с намерением создать это пространство для чего? Для исцеления. Но я знаю, что мы там внутри встретимся с болью. И вот это вот, во-первых, намерение, решимость, что я иду туда, она, как бы, получается, что защищает меня. Но, опять же, я знаю, что это сейчас начинается и сейчас закончится. То есть, границы, они позволяют сохранять мне тоже, в том числе, например, себя. Это просто, ну, как бы, переводя из этой мифологии или какой-то вот истории, вот-вот, действительно, они красивые истории, там, про вызывателя дождя или про бодхисаттв там, да. А вот я конкретный человек, вот что я могу делать? Вот, ну, в принципе, это вот, ну, если говорить про бодхисаттву, есть же там отношение такое, что это уже такие готовые существа, какие-то мифические, опять же, они вот такие уже там супер-супер какие-то такие полубоги. И вот они там какие-то. А есть другое отношение к бодхисаттве, что это путь бодхисаттвы, что ты вообще-то любому человеку можешь сказать, что я буду идти путем бодхисаттвы. Это моя практика. Я обычный человек, но я иду путем бодхисаттвы, я вот это создаю что-то, вот я иду в эту тьму, но тут-то важно тогда мое вот это вооружение. Ну, чем? Вот этими границами время-пространство и намерением. Мне кажется, два основных таких пункта здесь. Да, это, наверное, еще осознанность, да, это как бы вместе, то есть делать это не осознанно, действительно намерение, да, и осознавая, что ты делаешь и зачем, да, то есть что происходит и какое намерение, зачем. Такая, может, не результат, потому что результат мы не знаем, да, но, по крайней мере, вот интенсия, да, зачем. Это прям, да. Да. Ой, ну, что, мы тут уже сидим, не знаю сколько, два часа скоро. Хорошо, в общем, сидим. Ну, мне бы было просто, тебе и тебя важно увидеть, как-то поговорить с тобой, встретиться и, в принципе, послушать и сказать что-то тебе тоже. Ну, и так как у нас это под запись еще идет, когда-нибудь это услышит еще, может быть, тоже, может быть, кому-то что-то там откликнется как-то. Вот, так что большое тебе спасибо за разговор. Да, спасибо тебе. Действительно, ну, как-то важное, да, сходись. И возможность, да, говорить, это проговаривать, то есть, когда говоришь, оно как-то формулируется, кто-то, да, лучше, что-то понимается, поэтому я очень благодарна, возможно. Ну, надеюсь, что, да, кому-то там смотрящим это будет так актуз в их ситуации, кому-то кто-то отдается, что-то будет полезно. Пользу это принесет, что-то не надеюсь. Оль, ну, еще про твои занятия, ты скажи, то есть у вас, во-первых, школу в Москве туда можно приходить, да, физически, и еще онлайн тоже, вот я там ширил твой пост, то есть сейчас каждый день вы проводите, и ты проводишь, как вот это, немножко расскажи про это. Ну да, там мы вот буквально с 25-26 февраля начали проводить такой там марафон по детски, его назвали, это цигун, занятия утром каждый день, по полчаса, в будни, с 7 до 7.30, в московском времени выходные с 9 до 9.30, пока это продолжается, это бесплатно, онлайн, значит, в зуме, ну, полчаса занятия цигун, это с телом, на самом деле мы про это не говорили, но я считаю, это очень важно, то есть в условиях вот стресса, в условиях эмоций, вообще про тело забывать никак нельзя, наоборот, надо очень, очень даже вспоминать, и это даже очень суперфильный помогает, вот, да, эти занятия, ну, не знаю, может быть, мы там можем как-то ссылку оставить в описании к видео, или наше... Я прикреплю ссылку, да, ну, в смысле, и к видео, и везде, где будет подкаст выложен. Да, то есть, ну, пока эти занятия продолжаются, да, может присоединяются, там мы дышим, делаем какие-то движения, простые очень движения, там ничего сложного, они доступны всем, но цель отпустить блоки телесные, продышаться, подвигаться, чуть-чуть вспомнить про то, что тело живое, что оно есть, что оно умеет двигаться, умеет дышать, это совершенно, чрезвычайно важно, это я точно, совершенно знаю, на себе, вот на многих, на других учениках, вспоминать про тело, особенно, когда есть сильное национальное напряжение, ну, просто необходимая жизнь, у вас будет больше сил, и это силы нужны для того, чтобы что-то делать, для этого, чтобы они были, надо что-то делать с делом, это важно, вот, но тогда у нас занятия, вот эти занятия бесплатные, есть занятия платные, есть точные, есть тоже онлайн, более серьезные, это, предметно, это все есть, можно присоединять, через ваш сайт, можно все это находить, да, сайт, мастер-шенбин, окей, я эти ссылки все дам, которые ты мне дашь, спасибо, спасибо, ну что, мы продолжим с тобой общаться, там как-то, еще дальше, надеюсь, что все-таки, рано или поздно, встретимся вживую, опять, да, я думаю, что, ну, когда-нибудь точно, планировали семинар по цигун, ванше, как сказать, они будут, а по тайзи, в июле, в начале июля, их воспоминания потрясающие, с того, с того места времени, посмотрим, что там будет дальше, не будем загадывать, но будем надеяться, все-таки, где-то в глубине души, на следующей встрече, давай, пока, обнимаю тебя, пока, 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 субтитры создавал DimaTorzok, 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 Продолжение следует... Продолжение следует...